Шквалистый ветер, грозы, вихри. Места выпадения осадков и их количество будут выявлять на подходе. Местные метеорологи уже в следующем году смогут определять все изменения погоды точнее. Поможет им в этом новое американское оборудование. Это метеорологический радиолокатор. Его стоимость несколько сотен миллионов тенге. В Кустанай оборудование привезли совсем недавно. Пока что дорогостоящая техника хранится вот в таких деревянных ящиках на складе. Внутрь посторонних не допускают, а само помещение под охраной. То есть серьезное оборудование, которое мы обязаны сохранить до будущего года, до момента его установки непосредственно на месте. Устанавливаться будет в поселке Тургайджан Гельзинского района, недалеко от нашей метеорологической станции, которая у нас там расположена. Его установка запланирована на весну. Для этого будет сооружена 15-метровая башня. Сам локатор будет располагаться наверху башни. Радиус его действия от 250 до 300 километров. Оборудование также поможет следить за погодой в режиме реального времени. А если нужно, оперативно подготовиться спецслужбам в случае опасных метеоусловий. Еще эта информация, конечно, интересна тем организациям, которые занимаются оперативной подготовкой. Эта информация будет обрабатываться. Существует программное обеспечение для каждого локатора. Информация обрабатывается, наносится на карты и используется в дальнейшем для составления прогноза погоды. В Казахстане пока нигде не установлены метеорологические радиолокаторы. Но они уже закуплены. Один для нашей области и еще четыре на другие регионы. Но, по словам метеорологов, Тургайский радар станет не единственным для нашей области. У нас еще подписан меморандум с РГП Казаэронавигации. Они, в свою очередь, тоже будут закупать такое же оборудование и устанавливать в аэропорту. То есть у нас, по идее, в ближайшем будущем будет два локатора. Это в Кустанае и в Тургайе. Таким образом, радиусом действия локатора станет вся область. А метеоданные будут доступны синоптикам 24 часа в сутки прямо на месте в офисе Казгидромета. Алексей Кудрявцев, Камила Солкомбаева, РТН. Продолжение следует...